в эти видео пишите может прям хочется это что-то вырезать мне тоже так было как прошло само так же как и аденоида так кто-то пишет не может а кто-то говорит может еще и у них такое было поэтому не надо где по эти кабачка спит между когда она проснется пока она спит как телефон телефон пока тихо меня не контактов ничего вот вообще полный треш не фоток прикол в том что короче я была уверена что я знаю пароль от google фото потому что у меня туда очень много почти все сброшено google фото и я не могу зайти в свой google фото я написала уже везде куда только можно во все техподдержки жду ответов и что-то все это так долго и мне так хочется фотки просто если это все пропадет это я не знаю я умру наверное потому что там все там все батечки на форточке пока она была маленькая там все вообще вся моя жизнь сколько по работе еще где там рекламных фотографий но это ладно все можно хоть как-то переснять ребенка я уже не рожу заново а я же привет сушь я дома я пока дома я вчера тоже полотом лечилась вынь челюсть сейчас давай выплю на тебя в лицо и это так что с губами не знаю все прекрасно куда ты такая красивая собралась еще никуда я уже просто была такая красивая кое-каку вот и сейчас я только на бутылечку проснется глаза красивые спасибо зачем такие губы не знаю зачем такие губы мне нравится губ какой-то вопрос я тебя не спрашиваю зачем ты там что-то себе делаешь так ну что у вас был календарь для беременности если да то каким пользоваться блин если честно да у меня был бы не помню какой-то рисунка потом арбузик войну не сразу арбузик это уже в конце алисинка до самого начала потом то есть он показывал приблизительный размер твоего ребенка по определенным овощам или фруктам но я честно не помню как это называется но было очень прикольно я много скачала программок на тот момент но мне понравилась только одна из всех так давайте вопрос что я играю save когда в монако и скоро я буду в монако я сейчас последние дела доделаю и 12 числа я уже буду там здесь понравится жить в Европе или в России мне нравится и там и там просто в Монако например долго нельзя сидеть безглазно потому что весь город всего лишь 2 километра и там можно кокнуться ну реально можно кокнуться и там одни и те же места одни и те же люди и все а так ну я Москву очень тоже люблю поэтому я хотела бы жить ну на две страны так ты видела себя в профиле да видела очень красиво кстати так какой смысл прямого эфира слушайте смысл прямого эфира то что это моя страница я захожу в свой прямой эфир и я общаюсь со своими подписчиками в реальном времени вот в этом и заключается смысл такая красивая пассива я сегодня делаю себе ФГДС я так себя претендовала что-то такое я не знаю сама накрасилась да я сама себя накрасила чем делала локоны обычной плойкой кстати их надо расчесать чтобы они были более пышные так может показать глубокую очистку леса где можно сделать только но я все что связано с лесом делал кабин кроме некоторых процедур которые аппаратные мне просто не ну например не все аппарат есть ну вот а все что связано ну а так все я делаю у нее так чем оформляешь брови это очень красивая называется и счастье спасибо большое кстати по поводу бровей завтра иду делать пермент макияж последний раз когда я улетала на море я себе сделала ну то есть коррекцию бровей я еще никогда в жизни делала пермент это мои настоящие брови но мне их чуть-чуть подкрасили хной вот и завтра мне уже сделала ты мне так понравилось честно и завтра короче мне уже сделать пермент то есть его даже не видно будет потому что у меня свои брови очень хорошие что у меня видите все волоски есть только вот эти вот дырки пустые где не хватает затем нет это когда просовывает желудок через рот трубку и смотрит состояние желудка ой не такое было до меня было такое в детстве это вообще был полный трэш причем мне это было несколько раз в моей жизни я никогда это не забуду мне делали оранжевую трубку которую нужно полчаса держать в желудке и какую-то черную которая отдает мыло но ее быстро вытаскивают и я помню что я лежала в больнице у меня была вот эта процедура и я пришла туда и говорю типа можно в туалет сходить я сбежала короче не пошла на процедуру потом пришла моя мама дала мне таких люлей вообще просто жесть таких люлей отвесила но если там я опять пришла на этот опять пришла на эту процедуру я говорю можно в туалет а мне говорят нет я заходю в туалет пойди сюда у меня там шоками ну вот свой типа был этот туалет ну и все нет сделали никогда не забуду реально ужасная процедура если честно мне тоже делали получила называется зондирование ну вот я все это пережила но в детстве скажите пожалуйста как у вас крем крем для чего я не поняла газа жутко степилим ты делал этот нет я не делал газа жутко степилим потому что он и сильно отбиливает лицо и брат веснушки я не убираю веснушками и так их нету я очень люблю но они у меня только как бы дышать пойдут солярия не у меня опять выйдут или пойду поеду на море вот я уже уехала смотрю не очень быстро исчезает к сожалению так где-то мама в китае ты сашу артема не поздравила среди ребенка нет мы не общаемся никогда не общалась почему вы нос разговариваете потому что мне нос не дышит поэтому разговариваю нос вот вопрос покажи маленький вот мой маленький видно что такое красную а это помада то я просто красилась вот не знаю как показать короче вроде красиво так какой фирма так как как доченька класс называется блеск на губах это у меня urban decay и не помню какой цвет привет так соскучу за тобой как где наша принцесса бейте бы тощик спит бы тощик я поругала она заплакала ушла в комнату к себе и сначала лежала в потолок так смотрела я пришла к ней младенько ну ладно пойдем я привела к себе в комнату скажу просто как у вас крем от герлен нет никакого крем от герлена вот с чего взяли что у меня крем герлен просто как-то неправильно сформулированный задний вопрос вот я короче говорю бачка ладно пошли сама она обиделась на меня и ушла и он уснулась и зашла к нему спит девочки ну кто оценивает красоту но я вас умоляю мне все в жизни прекрасно мужчинам я нравлюсь и это главное вы то с чего взяли и такси женщина такие комментарии даете кого-то реально вы хотите со мной переспать я вам еще раз говорю я не лесбиянка не сплюсь женщина и вам не обязательно оценивать мои внешние данные понимаете вы можете меня характеризовать как человека мой характер и не знаю там что-либо еще но как вы постоянно говорить о внешности но это как минимум тупо и тем более бабы это все делать ну чё вы спать что ли со мной реально собрались но бред же тупой так во сколько ложится дочка спать ой по-разному по-разному так встречаешься с кем-нибудь так-то . силы извините на чему тут завидовать но развесить на моей странице видимо есть чего раз вы тратите на мою жизнь время потому что мне ваша жизнь не интересно вот конкретно тебя и я не захожу на твою страницу я не знаю кто ты такая как тебя зовут что ты ешь что ты пьешь вообще чем ты дышишь мне плевать на тебя а теперь нет ты же тратишь свое время драгоценное на меня прекрасно поэтому не знаю ты же наблюдаешь за мной не я за тобой так сколько времени ты тратишь на макияж в день очень быстро на самом деле 20 минут мне уходит на весь макияж потому что у меня нарученные ресницы вверх и низ что вообще очень сильно облегчает так скажем жизнь реально очень сильно облегчает жизнь нижние ресницы это вообще кайф девочки я советую вам карте обязательно попробовать хотя бы раз жизни просто попробовать это очень красиво вот и что еще ну и все и потом как бы тон накладываю я коррекцию да и губы по сути все а вот когда у меня не наручены ресницы то очень много уходит время потому что тут надо все как-то растушевать там где-то там уголки в углу межреснички затемнить то есть получается прям целая история когда ресницы наручены все очень быстро я еще видите зелененьким вот так подвела только сегодня немножко другой зеленый не как обычно сегодня такой зумрудный зеленый так что еще так . что делать люблю своего бывшего мужа вместе не живем у него есть девушка общаемся но мне кажется ему все равно у нас вообще дочи живут другим но без любви для несчастная я не знаю как быть такой ситуации но может быть тебе стоит блин я не знаю если ты его любишь по-настоящему мы попробуем об этом сказать а так если как-то ты ему не нужна то какой смысл тратить свое время ты должна сначала себя полюбить и потом кто-то тебя тоже сможет также полюбить ваиде привет как делишки как ты вчера погулял я уже давидом написала что мне вообще не интересно как вы гуляли чего делали макияж красиво письма ты сама кстати накрасил раньше я любила когда меня красивый визажистом семьях ну как бы вызывал сейчас я собой окрашу крошусь уже очень давно ты транс слушай нет к сожалению я не транс потому что если ты малообразованная то хочу тебе вообще открыть секрет этой жизни трасс ты человек которому у которого есть хрен но у меня крена нету поэтому я просто красивая женщина не знаю как можно ответить на такой просто тупой вопрос желаю тебе я хочу я подарю тебе книгу по анатомии она как раз начинается с восьмого класса в принципе может и для себя в этой жизни что-то новое узнаешь да я я не гулял я заехал на полчаса ну ладно я думала тоже до утра гулял да точь красивая спасибо что за бред я согласна да слушайте главное я не знаю почему женщины такие женщины так как будто бы все мужики У меня такое ощущение, что вы мужчина, наоборот, раз вы так яро оцениваете его внешность. Правильно? А я хожу на свидание только с мужчинами, с женщин я не люблю. Нет, я их люблю как подруг, но не как женщин. Так, какой еще вопрос у меня там есть? Таточка, как очнуться от измены? Я не знаю, как очнуться от измены. Возьми ипотеку. Вот возьмешь ипотеку, и сразу все любовные проблемы, они уйдут на второй план. Ну, мне так кажется. Блин, я не знаю. Измены вообще такая штука, которую женщины очень часто прощают. Не знаю, почему. Я вообще считаю, что, может быть, все мужчины на этом белом свете изменяют, но, наверное. Мне, конечно, хотелось бы верить, что это не так, но по-любому они все изменяют. Но надо это делать так, чтобы женщина это никогда не узнала. Потому что самое, да такое неуважение, а уж делать так, чтобы ты об этом узнала. Но каким дураком надо быть, чтобы вот так спалиться, правильно? Это мое мнение. Но на самом деле женщин очень многое изменяет. Вы знаете, я тут недавно читала одну статистику. Оказывается, очень многие женщины тоже бы с удовольствием изменили своим мужьям, но просто они боятся, что это раскроется. А мужчины почему-то мало этого боятся. А так, оказывается, женщин тоже многое изменяет. И вообще, когда я жива в Тае, я одна на много женщин, которые там приезжали по работе, и пока они не были со своими мужьями, они гуляют. Поэтому сказать, что женщины чем-то лучше мужчин, к сожалению, не могу. Потому что все хороши. Нет, как-то так. Ты похожа на серверка. Нет у меня никакого клюва. Слушайте, ребята, если вам интересно у Бородиной пюро в эфире, так заходите к ней. Я ж не Бородина, я Тата Брюгенкранц. У меня другая фамилия, у меня другая сторя жизни, у меня другое лицо, я другой человек. Ося, защити меня, эти суки мне пишут гадости. Ося, они меня обижают. Представляешь? Ну ладно, не все. Так, мне интересно, что тебе интересно, Ося? Давай в прямой. Я не знаю, как тебя добавить, Ося. А, вот. Сейчас я подсоединю своего друга. А я не такая, я жду прям на... Нет, я когда... Тата сегодня с нас... Да, вот. Только не отцелуешь, хочу смотреть опять на дорогу. Ладно. Я буду показывать на поле. Почему все девочки лгут? В смысле лгут? Это вы лгуны, Глеб. Это просто вы меня любите, мой друзья, вы поэтому мне все рассказываете. А девочкам-то вы обманываете? Ага. Обманывают, да. Все обманывают. А я не обманываю. Прям очень сильно обманывают. Кто тебя обманул? Кто? Скажи мне, Ося. Вот, честно, каждое утро, вот, вот, девушки, вот, когда хотят кого-то обмануть, они прям подругам говорят, вот, напиши ему, его можно обмануть хорошо. Вот. А потом я обманываю. Да ладно. Ну, эти ваши любовные приключения с Даритиком, я даже не знала, у кого хуже карма. Подожди, подожди, подожди. У меня не было любовных приключений. Не надо. У меня не было. Кто такой сказал, что ты девочек не обманываешь? Нет. Нет? Нет. Не, ну, я-то вас, конечно, всегда поддержу. Даже если вы будете так делать, я все равно все знаю. Ося, ты куда едешь? Еду. Ну, короче, мне с утра позвонили, сказали, короче, надо пробки создавать, поучаствовать в массовом миссии. Слушайте, молодец. А сколько заплатили? Почему меня не позвали? Я тоже хочу. Ну, я это, с утра прям рано проснулся, чтобы пробки создавать. Молодец. Слушай, ты ответственная. Хорошо, что я на работу устроилась. Видишь, какой ты ответственный? В отличие от нас и всех. Подожди, подожди, стоп, стоп. Я никуда не устраивался. Я как и работал, так и работаю. А ты всегда там работал? Извини, я просто не знала, что у тебя был долгий отпуск. Слышь? А, кстати, ребята, знаете, что я хочу рассказать? Короче, мы с Оскаром 5-го числа едем в детский дом. Где он находится? Кстати, вот, да, я скажу, девочки, у кого дома мягкие игрушки, пожалуйста, напишите в директор. Я заеду, заберу все. Хоть хотя бы, знаете, от парней, с которыми вы уже, типа, не общаетесь, пусть хоть где-то будут полезны их. Нет, знаешь, как думаю, надо сделать. Все, кто готов какое-то одно место определенное выбрать, мы с тобой туда вместе подъедем, как раз кто, с кем-нибудь познакомимся и игрушки соберем. Но главное... Да, я не думаю, что так много людей начнет это. Я готов прям выделить деньги и покататься по всем адресам, забирать игрушки. Но там не так много, я думаю. Ну, давай, давай. Так что пятна... Блин, ну, так... Короче, они... Просто ребята уже ездили туда в детский дом из меня, и я сегодня только у Осика увидела старые сторисы. Там такая девочка красивая, я обалдела Осика. Да, я, естественно, я прям так хотел собрать ее. Я прям влюблен в нее. Я постоянно... Я тоже, я, бля... Ты мне ее показал, потому что... Где моя маленькая Юленька? Я говорю, где моя Юленька? И она прям подбегает ко мне, так обнимает. Я так думаю, боже, какая она прям... Но ее не отдают, ты представляешь? Почему? Она такая хорошенькая. Я вот, кстати, когда-то тоже хотела это спросить. А почему? Что там? Ну, там, типа, неудачная семья, и, как бы, там, ну, тяжело так забрать ребенка. А, то есть у меня по факту семья есть, они к ней, типа, приходят, что ли? Ну, ее там забирают на день, на два, я так понимаю, там алкоголич... Ну, короче, алкоголизм какой-то там. Не жжет, он такой хороший. Никто не говорит про старые детские игрушки, чтобы вы понимали, перед тем, как отвезти в детский дом, мы их в семечистку отдаем, чтобы там не было, не дай бог, клопов каких-нибудь ваших домашних, зверинцев таких. Все, за все, так сказать, это отвечаем. Ну, что, мы же не первый день ездим. Да, ну, очень хорошее, жалко только эту девочку. У меня просто была такая ситуация, когда я была очень маленькая, лежала в больнице, ты представляешь, я всегда лежала одна в палате, ну, я ни с кем не жила. У меня стало скучно, и там была одна девочка, маленькая-маленькая, даже готика не было, она лежала на обследовании, и она должна дочерить в Америку. Я с ней лежала, неделю за ней ухаживала, я ее на всю жизнь запомнила, прошло уже 20 лет, я каждый, не знаю, каждый день ее вспоминаю, думаю, вот как интересно, как она живет, что у нее сейчас происходит, она такая хорошенькая. Бля, какие же тут свои подписчики, у тебя, слушайте, ребят, вот честно, даже с клопами, блядь, даже старые детские игрушки, вам, блядь, ну, вот те, кто так пишет, вы даже этого не сделаете, блядь, вот такие, блядь, да хуя правильные, вот только лицемерные, да льдо нельзя, блядь, вот что вы такие, блядь, это? Вы подарите им даже старый свитер свой, и посмотрите на их реакцию, как они себя поведут, новые, блядь. Вы даже, блядь, этого не делаете многие, а еще осуждаете то, что мы вот там собираем, ой, все, не говори больше тату по детским домникам, вообще, я вообще, зуи какие-то люди. Ну, слушай, я каждый день вот так стою, просто ушат говна вот так выливаю, приходится идти дальше. Вот люди прям вообще, а знаешь, пытаются до чего-то, ну, докопаться, вот, что-нибудь, да. Я тоже не понимаю, почему такая агрессия все это вызывает. Вот весь ваш день, вы, ладно, там вы меня называете, ну, родиной, там, еще кого-то, ну, ладно, хрен с ним. Я уже даже привыкла к тому, что моего ребенка иногда, да, ну, уже просто пошли, такие вещи, разговоры, одессы, просто элементарных подарков, даже здесь вы успеваете все обострать. Зачем вам это надо? Неужели вам с этим так классно шить? Да, это вообще забей прям. Ну, что-то, а ты знаешь, что мы вечером собираемся? А? Ты знаешь, что мы вечером собираемся с вами? Вечером? Ну, да, давайте, а я только за. Позвонил, по-моему, больше не часов, мы уже собираемся. А, мне тоже, кстати, Азин позвонил. Да. Как бы. Вы с людьми хотели пообщаться или между собой? Да даже если между собой, с людьми между собой. Хочу вас познакомить с человеком, который является частью моей жизни, мой друг Оскар. Почему вы там, я не могу вас с ним, допустим, познакомить? Что за бред? Чего? Это кто что написал? Я просто не успеваю читать, я тут до дороги. Не, ну они типа пишут, ты что, бред, я с ними типа пришла сюда поболтать. Я говорю, какая разница, с кем если ты сам поболтать? Это моя страница. Оскар является частью моей жизни, как бы, мой друг, с которым я общаюсь каждый день. И в чем проблема? Что вам? Да, тут уже на меня злятся, наверное, давай я. Потом еще с этой день. Ага. Так не надо меня сейчас в самом деле не оставлять на дну. Хрен тебе. У тебя очень злые подписчики. Я это... Они злые, но большинство это совершенно точно злые. Они сейчас меня сожрут. Защити меня. Ой, это вообще... Так, ладно, все. Главное, все, давай. Еще просить снизу, давай. Все, давай. Так. Голос кай. Оскар, ты классный. Безо дороги. Так. Здравствуйте, здравствуйте, злые люди. Не знаю, что такие злые плавивы, как честно говоря, не понимаю. Оскар, ты красиво. Видишь, я к тебе какие-то комплименты делаю. Девятые, они злые. Так. Почему не отвечаешь? Я просто не все вижу. И половину сообщения не идут с ускорблением. Я просто не знаю, как бы не успевала так быстро читать. Платочка, привет, привет. Твой друг классный, только попроси его не гонять. Нет, мы гонщики. Мы с пятигонечки, мы не можем медленно ездить. Hi from Indonesia. Hi, Indonesia. Ну че, короче, ладно, я пойду. Это вы мне настроение и сверху как нападете не меня. Будете меня обижать, я с вами не справлюсь. Поэтому я такая вся старая и страшная. Пойду грустить. Вот. Вообще, девочки, я хочу, чтобы вы были подобрее немножко. Не будьте такими злыми. Присыпайтесь в хорошем настроении. Я вас понимаю прекрасно, что это не от счастья вы так себя ведете и говорите гадость. Я понимаю прекрасно вас. Я понимаю, что вы очень щедрые. И что если бы у вас был мешок счастья, вы бы поделились со мной этим мешком счастья. Но как бы, к сожалению, пока у вас как только мешок говна, вы им со мной и делитесь. Но мне все равно очень приятно, что даже имея последние остатки говна, вы все равно хотите со мной им поделиться. Спасибо за вашу щедрость. Вы лучшие. А вообще, будьте добрее, девочки. Знаете, почему? Потому что я просто такой человек, который уже ко многим таким вещам привык. И это относится к части моей работы, да, как бы слушать вещи, которые не всегда конструктивные, которые просто оскорбление. Но есть люди, которые, допустим, эмоционально слабые, у которых там подвешенная психика и еще что-то. И ведь и так можно... Такое ощущение, что вас в детстве очень сильно обижали, очень сильно обижали. И ты как бы пытаешься сейчас тоже кого-то обидеть. Но ты себя этим самым не поднимешь. Ты можешь только вот другого человека сделать ему больно этими словами. И неужели это кайф принести другому человеку боль? Разве это нормально? Я думаю, что это ненормально. Я думаю, что оно того не стоит. Я думаю, что лучше всю свою жизнь потратить на какую-то радость. Поэтому будьте бабоньки подобрее. Я вас прошу. И все у вас будет хорошо. Я вас всех люблю, обнимаю, целую. Хочу, чтобы вы сейчас зашли, посмотрели мой видос в Итусе, который сегодня выстрелил для членов украшения. Поэтому всего вам хорошего. Всего вам хорошего. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok